так все ребят скажите как меня слышно напишите или скажите это очень важно добрый вечер хорошо слышно отлично отлично я вам давайте сейчас кое-что покажу что у меня смотрите как какая красота завтра полнолуние немножечко красоты вам ленту ребят этот канал создан принято было решение создать канал пап про просветление потому как очень у нас есть канал по питанию да по питанию не питания есть канал нас по психологии где мы разбираем какие-то вопросы которые которые касаются каких-то текущих отношений в семье с родственниками с близкими людьми но это не про просветление и наверное все таки я вижу что вокруг меня созрела публика созрели созрели люди созрели мои уже много людей которые мне стали близки именно к пробуждению когда отваливаются эти моменты про которые которые хочется разбирать когда отваливаются те моменты которые которые лежат на поверхности и именно об этом мы с вами будем говорить на этом канале мы будем говорить про пробуждение про просветление что это такое потому как очень многие путают что пробуждение например там с какими-нибудь там мантрами тантрами там ну вот с чем-то с таким воздушным которое нельзя потрогать но очень хочется это как-то обозвать вот поэтому это вообще не про это осознание она лежит в нас она не требует каких-то дополнительных инструментов инструменты это они есть они есть чтобы прийти к себе но когда ты себя уже встретил когда ты себя прочувствовал когда ты себя ощутил и тебе не нужны никакие инструменты вообще не про что не про что ребят можно я он мне ничего не писал не про анонс не про что может быть у тебя какая-то другая есть информация я извиняюсь и когда вы находите себя когда у вас есть вы когда у вас есть тотального и вне тела когда у вас есть тотально вы когда вы себя не интерпретируете как душу когда вы себя не интерпретируете как бог когда вы себя не интерпретируете как сознание когда вы понимаете кто я есть, что я есть, тогда вам не нужны никакие инструменты. И именно про это мы будем говорить на этом канале. Именно про то, как ощутить и прочувствовать ту глубину, которая есть. Потому как, когда вы уходите в глубину самого себя, то больше ничего не существует. И я постараюсь вам раскрыть это не через голову, потому как многие понимают, что говорю я, либо еще кто-то. Но вот этого вот щелкивания нет, прочувствования вот этого нет. И я понимаю, что через камеру это достаточно сложно сделать. Через камеру вы так соскакиваете с крючка. Но после ретритов, после того, как мне люди дают обратную связь, тем более после вот этого, который вот недавно закончился ретрит, когда я слышу обратную связь от ребят, я понимаю, что я, наверное... Я, наверное, сформировалась, как говорильня, что ли, чтобы передать вам, чтобы передать вам, минуя мозг на уровне чувствования. Когда люди после ретритов прям пробуждаются, вот не просто вот у них идет... Понимание того, что я говорю, а когда с ними тотально происходит вот эта вот распаковка, когда они начинают говорить, что было вот все вот так вот, а теперь просто мир перевернулся и идет на уровне чувствования, восприятия. Каждая молекула, которая тебя окружает, я понимаю, что это оно. Да, у некоторых отваливается еда, но не потому, что мы там говорим про еду, а потому что идет осознание, а что такое еда в этом мире, насколько она актуальна, насколько актуальна для поддержания этого физического тела. Ведь там совсем горошинка нужна, если ты... Если тело еще не перестроено. И эти все моменты, они настолько... Настолько сейчас ярко выражены. И я, видимо, сейчас у меня... Я же себя все равно тоже... Я, кем бы я ни была, все равно остаюсь человеком, обычным человеком, таким же, как и вы. И я все равно себя там где-то думаю, вот это вот я не так донесла, вот это вот, видимо, не готова, вот это вот еще что-то. И каждый раз я все равно себя ловлю на каких-то моментах, что я могла бы... Вот здесь вот я могла бы в глубину залезть, вот здесь вот я могла бы так ответить. А здесь не надо было вообще ничего говорить, чтобы он дальше не пошел в свои дебри. просто нужно было оставить вопрос без ответа. И когда сейчас я понимаю, что я... Наверное, я себя как-то доработала, это такое грубое слово, но, наверное, будет понятно. Я себя доработала на том уровне, на том уровне, что я могу... Что я могу это сейчас доносить через чувствование. И именно поэтому открылся вот этот канал. Это не чтобы вы поняли, о чем я говорю, а чтобы вы почувствовали, о чем я говорю. И здесь будут проходить у нас вот эти вот эфиры. Они чаще всего, конечно же, будут, ребят, как обычно, спонтанными, когда я почувствую, что это... Что я готова к следующей порции. Я буду его выдавать. И он будет здесь. Эти эфиры, они будут в первую очередь здесь. Если я увижу, что здесь какие-то вопросы именно касаются вот этой вот чувствования через ощущения, я их все... Все вопросы я вижу, ребят. В любых чатах, каких бы ни было, я всегда вижу все вопросы. Просто я понимаю, что на некоторые вопросы нет смысла отвечать, потому что вы здесь плаваете, и это ваш путь, и это тоже клево. Потому что если я вам скажу, это то же самое, что я вас перенесу на другой уровень, а вот этих вот ступенек непройденных, вы не поймете, как оно, как оно на этом уровне работает. И поэтому вам нужно их пройти. И это самое прекрасное, что может быть, поверьте. Потому что когда вы их пройдете, у вас будет прям такая вот тотальное падение. И мне очень многие говорят, да я там был, я там падал, у меня уже было все, я уже, мне смерть не страшна, мне там интересы у меня пропали, это пропало, то пропало. Ребята, это правда с вами бывает и со многими, но я вам могу сказать, что на каждой ступеньке у вас будет вновь это. И на каждой ступеньке это будет все глубже и глубже. Это будет вас распаковывать каждый раз. То есть вы прошли свою смерть, вы думаете, все, я прошел свою смерть, а на следующей ступеньке будет новая смерть. И она будет еще глубже. И вы ее пройдете, а потом будет еще. И когда вы пройдете таких нескольких смертей, когда вам будет кто-то говорить, вот когда ты пройдешь смерть, ты уже не будешь ему доказывать, что я ее прошел. Потому что ты будешь понимать, что она будет дальше. Она будет дальше, дальше, дальше. Потому что в этом состоянии мы мертвы. Только когда мы увидим жизнь, мы перестаем бояться смерти. Потому что мы все время живем в смерти. Мы боимся только того, что у нас есть. Чего у нас нет, мы не можем бояться. И я уже об этом говорила. И когда мы обретаем жизнь, тогда страх смерти проходит тотально, потому что мы видим, где жизнь. Что такое жизнь? Мы понимаем, как ощущать чувствование жизни. И это про другое. Это не про это. Это не про то, как вытащить детские травмы. Это не про то, как улучшить взаимоотношения с теми либо с теми. Как кому-то рассказать или доказать. Как сделать то, либо то. Это вообще не про это. Ты можешь развлекаться каждый день, а можешь просто уходить. Уходить в себя, ничего не делать. Но когда ты понимаешь, что ты все равно здесь, ты начинаешь делать только то, что тебе нужно сделать еще здесь. Многие называют это предназначением, но это все шляпа. Это не про предназначение, ребят. Это все такая ерунда, что значит предназначение. Ты уже здесь. Ты и есть само предназначение. Ты не должен делать предназначение. Ты и есть предназначение. Понимаете? Это вообще про другое. И когда ты осознаешь, что ты есть предназначение, тогда ты начинаешь себя вытягивать через физику. Иначе ты просто через какое-то время тебя здесь не будет. Неинтересно. Тебе не захочется этот фильм смотреть на 10, 20, 30 и 40 раз. Это не про это. Весь мир, когда мне говорят, а что это, вот все миф, это не правда, а это про другое. В обычном состоянии нет понимания миф. То есть оно есть понимание, да, какое-то, но это не про то, что есть истинный миф. Это когда ты садишься в кинотеатр и смотришь фильм, и этот фильм в тебя заходит через чувство. Ты можешь сопереживать героям. Ты можешь их быть одним из этих героев, прям чувствовать, что вот это вот я, проживать его. Но ты же не... Если ты увидишь, ты поймешь, что перед тобой всего лишь белый экран и твое чувствование. И ты можешь потрогать этот белый экран. Подойти и потрогать. И это будет еще одно твое чувствование. Но потом пойдет... Это сначала пойдет вот это вот осознание, но потом идет следующее осознание. А следующее осознание, что нет ничего, что ты можешь потрогать. Кто может потрогать? Тебя можно потрогать? Ты можешь что-то потрогать? Что есть такое? И про все эти вещи мы с вами будем... Мы с вами будем говорить. Сейчас еще кое-что покажу. Пока мы с вами здесь. Сейчас я вообще... Ребята, если есть вопросы, это, по-моему, не канал. Вы можете просто открывать микрофончики и задавать вопросы. Либо что-то просто высказаться, если кто-то хочет. Не стесняйтесь. Чем больше вы будете задавать вопросов, тем ближе вы будете к самому себе. И я думаю, что в эту группу уже попали люди, которых уже... Если даже и есть эта оценка, то вы ее четко можете отслеживать. Поэтому оценок не существует. Так же, как и глупых, либо умных вопросов. Поэтому просто задавайте то, что вы чувствуете, что нужно сейчас задать. Если это нужно задать, значит, это действительно нужно. Вета, привет. Я, наверное, просто могла бы все эти получить ответы на видео каких-то, но раз ты сказала, что можно любой вопрос задавать. Вытаскивать себя через физику, что по-другому, ну, не вариант. Вот просто вот раскрой или направь, где вот мне про это побольше узнать. Вытаскивать себя через физику. Наверное, есть еще какие-то варианты, но я нашла для себя самый... самый, наверное, простой и самый доступный из всех. То есть что такое вытаскивать себя через физику? Бывают такие состояния, и они с каждым разом вас будут все чаще и глубже накрывать. Когда вы видите все, как на поверхности, то есть человек еще ничего не сказал, а ты уже все про него знаешь. Человек начинает что-то говорить, а ты понимаешь вот эту всю картину, в которой он себя нарисовал. И какой-то определенный момент тебе становится неинтересно. Неинтересно, потому что, ну, это уже все. Все-все-все-все-все ты знаешь и видишь. И тебе становится настолько... Ну, это простыми словами, я говорю, да, настолько вот это вот все неинтересно, что ты... Вот что бы ты ни взял, что бы ты ни сделал, как бы есть, чтобы что? Пить, чтобы что? Ходить, чтобы что? Смотреть что-то, чтобы что? И вот эти вот вопросы, они тебя начинают накрывать, но это прям вот с глубиной. И чтобы там не остаться, потому что ты там можешь остаться. И я вам уже говорила, что если бы не какие-то моменты здесь, мои какие-то близкие, мои дети, там еще что-то, я бы давно уже уплыла бы. Уплыла бы, я бы где-нибудь в горах бы сидела, и мне бы вообще ничего не нужно, потому что там другое состояние тебя. Тебе не обязательно привязываться к этому телу. И только через тело ты можешь себя вытащить, вот в это, чтобы посидеть в этом стуле, пощупать его, чтобы одеть эту рубашку, чтобы почувствовать ткань, чтобы услышать этих лягушек, чтобы вернуть себя в этот мир, ты начинаешь действовать через тело. Через тело, ну, например, вот я себе начинаю, например, там бег, например, какие-то физические упражнения, любые физические упражнения, и ты через физические упражнения, когда у тебя идет спазм гладкой мускулатуры, ты начинаешь чувствовать этот мир через это тело, ты возвращаешься в него и начинаешь чувствовать этот мир через вот это физическое тело. И тогда ты можешь вещать через это физическое тело любви через это физическое тело делать какие-то дела не я через это физическое тело и ты как бы возвращаешься в этот материальный мир через это физическое тело после спазма гладкой мускулатуры если ты убираешь физику то через какое-то время ты ты отлетишь То есть тебя не будет. Неважно, будет ли твое тело подавать признаки жизни, ты можешь лежать в таком состоянии 10 лет, 100 лет, 200 лет, что тело, оно будет как бы живое и как бы нет, но тебя там не будет. И вот чтобы вот этих вот состояний не случилось, ты себя через вот эти вот, через физику, через спазм гладкого мускулатуры возвращаешь сюда, чтобы здесь, ну, жить в этом пространстве, в этой плотности. Галочка, понятно объяснила? Ты меня узнал, Даша, здорово. Это, ну, да, насколько-то, ну, я думаю, что я не поняла так глубоко, как я не поняла до конца. Я просто поняла настолько, насколько я сейчас способна понять, я вот так чувствую. Угу, но я эфир это в любом случае сохраню, все эфиры будут сохранены, не будут сохранены только те эфиры, где я забуду сохранить. Поэтому, если что, напоминаете мне. Спасибо, Света. Угу. Света, привет. Привет. Я тут с другого аккаунта. И я уже поняла. Да, мы тебя узнали. Да, 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 все свои. Но у меня тоже пошли после ретрита такие мощные распаковки, действительно. И знаешь, такой вопрос возник. Вот получается у меня такая история. Я осознаю свою привязку. Я осознаю, что это привязка. То есть я понимаю, что даже, например, ну, сейчас тема еды будет, да, что вот это мне не нужно. Там нет никаких витаминов. Это мне не надо. Это моя эмоциональная привязка. Но мне чего-то не хватает, чтобы это отпустить. То есть уровень, вот как дальше спуститься с уровня понимания на уровень более глубокого осознания, чтобы оно как-то естественно, еще более естественно отпускалось, что ли. Я поняла тебе. Смотри. Вот, например, вот это ты. И вот у нас много-много привязок всяких, ниточек, да. И как нам говорят, вот, например, вот здесь вот ниточка и вот здесь вот ниточка. Вот это вот ниточка еды, про которую ты сейчас сказала. И ты говоришь, вот эта вот ниточка еды, она, все, она истончилась, она мне неинтересна. Но наш мозг как работает? Если появилось пустое окошко, его нужно чем-то забить. То есть вместо еды какую-то другую, другую субстанцию, другой интерес, другое, другое чувствование, другое еще что-то. Вместо еды сюда нужно привязать. И твой мозг начинает искать, а по факту тебе не нужно здесь привязывать. Тебе нужно понять, что если ты взлетишь, раз привязка ушла, два привязка ушла, и ты полетела. Тебе нужно понять, здесь-то, почему здесь есть страх. Здесь-то ведь, здесь страха нет. Здесь есть привязки только лишь для того, чтобы вот сюда вот в страх не уткнуться. Какой ты здесь страх видишь? Почему он у тебя здесь есть? Почему ты думаешь, что ты крышечкой в него будешь облокачиваться в этот страх? Ведь не здесь. Мы же, мы делаем акцент вот сюда, на ниточке. А по факту вообще они никчемные. Вот здесь вот наш страх. Ты не понимаешь, что с тобой будет, если не будет вот этого, этого и вот этого. То есть ты как бы, ты увидела человека, может быть, ни одного, что живут без этого. И вроде бы через мозг пропустила, а через осознание, через чувствование перепрожить не смогла. А что я буду делать, если у меня этого не будет? Это же много страхов. А будет ли у меня такая работа? А будет ли у меня этот мужчина? А что я буду делать с ребенком со своим? А что я буду делать с жильем? И здесь вот столько-столько всего вот накопилось. Это не здесь. Здесь это всего лишь привязки. Здесь это ребенок, муж, работа. Все вот это вот. Это все вот эти вот ниточки, которые тебя держат. А здесь страх, где этих ниточек уже нет. Потому что здесь нет ни мужа, ни работы, ни детей, никого. Вакуум. Как? Как тебя? Здесь что-то останавливает, а здесь-то ничего нет. Ты уткнешься. Страх? Ничего. Вакуум. Что ты будешь дальше делать? Куда ты полетишь? Ты же не знаешь. Вот он страх. Ну, наверное, так и есть. С вакуумом опыта нет еще взаимодействия. Реально. То есть это прям новое познание себя в вакууме получается. Ну, так эго, получается, пока не получит этого познания. Оно вот ниточки идти не отпустит, получается так. Ну, эго, эго это наш союзник. Это же его не нужно, как многие говорят, его нужно прорабатывать, убирать, убивать, еще что-то. Это тот союзник, который тебя здесь еще приземляет. И с ним нужно взаимодействовать. Потому что когда ты поймешь, кто ты есть, то тогда не эго будет тебя держать, а ты будешь за него держаться. Говорит, ой, подожди, подожди, давай-ка здесь еще вот это. Мы не доделали вот это, вот мы еще сделаем вот это. То есть оно уже будет, эго будет уже не ты. Сейчас ты это эго, вы единое целое. А потом эго, оно, ты будешь и на него смотреть сверху, сбоку, неважно, снизу. Но это уже будешь не ты. Это будет твое, но не ты. Ну, знаешь, как бы понятно все логически. А вот как проживать это, вот это все, это просто чувствовать, дышать. Да, просто отпускай, не пропускай это через ум, ты ничего не познаешь через ум. Просто вот сейчас у тебя эти процессы, они у тебя достаточно жестко идут. Как бы тебя прям в эту мясорубку сильно закрутило. Ты позволила себе, ты готова была. И ты сейчас просто это проживай на чувствовании. Что бы ни было, это просто лишь чувствование. Чувствование тебя через физику. Когда физика отпустит, чувствования изменятся, ребят. Чувствования, которые мы можем сейчас чувствовать и ощущать, они нам даются только через физику, пока у нас еще есть наше тело. Как только мы начнем отлетать, эти чувствования, они будут другие, они будут иные. И вы поймете, что это вообще абсолютно все другое. Поэтому пока просто наслаждайся, а потом... У меня сейчас инсайд просто мощный произошел. То есть получается, я просто накладываю сейчас на тот опыт, который я сейчас проживаю, да. И у меня сейчас такие состояния, что есть такие состояния, которые вот они раз и типа все, их нету. И мой мозг какое-то время искал, а где, где, где. А потом типа, ну нафиг искать, ну нету и нету, и все. И оно вот... То есть есть уже опыт вот этого чувства, которое было, и его просто нету. И даже ты его найти не можешь. И по сути это привыкание к себе за пределья, что ли, какого. Ну то есть у меня вот инсайд такой, что ты привыкаешь к себе, к себе, которое за пределами этих чувств. И тогда происходит расширение. В общем, я догнала. Спасибо тебе. Большое, огромная благодарность. Тебе посылаю каждый день, каждый день. Мои уже к тебе подписываются. Я им говорю, давайте, ребят, следующий этап трансформации вас ждет. Всем это будет. Круто, классно, почему нет? Пора уже отказываться от Наполеона. Спасибо, все, отключаюсь. Да, ребятки, есть еще вопросы? Светлана, привет. Привет. Маш, подскажешь, какие практики можно поделать на дольменах? Что вообще поделать можно? Ну, кроме вопросов, которые с хлопками, я понял. А еще какие-то? Ну, вообще на дольменах, они же очень хорошо разговаривают. Только мозг, бывает, не пускает. А вообще на дольменах очень хорошо, если ты приходишь, даже ты можешь без запроса прийти. А просто с благодарностью, что ты пришел со своим телом. И все. Потому что там же это тоже, в дольмене, тот же самый ты, как бы сказать-то, тот же самый ты, но вне физического тела. Это тоже частичка тебя, частичка твоего сознания. И если ты единяешься с этим, то у тебя открываются те видения, которые помогают тебе прийти дальше в глубину себя. Ведь очень многие, смотрите, ребят, очень многие ездят на дольмены с запросами. А расскажи мне, как мне вот вести бизнес. Расскажи мне, как там мне с близким, с человеком себя вести. Расскажи там вот про это, про то, про все, про пятое, про десятое. А по факту, почему многие не слышат? Потому что это просто человеческая глупость. Оно не нужно. Но ведь ты работу работаешь только лишь до тех пор, пока ты не найдешь себя. Как только ты найдешь себя, как только ты поймешь, что ты есть, ты начнешь творить самого себя. И вы потом поймете, что это. И когда ты приходишь на дольмены и единяешься с тем, что ты уже есть, неважно в каком воплощении, ты уже есть, ты есть все. Кроме тебя здесь ничего нет. Ты можешь единиться, единяться хоть с чем. И когда ты единяешься, ты начинаешь себя познавать. Не на вопросы себе отвечать, а себя познавать. И вот попробуйте, в том числе и на дольменах, потому что там очень сильная энергетика идет. Просто к дольменам приходить, чтобы себя найти. Не ответы получить на вопросы, а себя. Вскрывать себя. И это будут вообще другие чувствования. Благодарю. Ребятки, есть еще вопросы? Если вопросов нет, то я предлагаю на ночной забег. Все как обычно. Даже лягушки подтверждают. Светлана, у меня вопрос. Можно задать? Да, да, да. Про 15-16 встреча в Крыму. Там, я живу здесь, в Феодусии, 20 километров недалеко. То есть, ночевать там обязательно, наверное, я так думаю, ночевать там надо будет с вами вместе, со всеми, кто приезжает. Как хотите, ребят, не обязательно. Если хотите дома, то пожалуйста, если не напряжно ездить. Ну, занятия, когда будет вечером, как это закончится? Я про это подсказала. Ну, вечером будут они, скольки мы там решили, до часов до шести или до семи, что-то такое, чтобы кто-то мог уезжать. То есть, они будут, грубо говоря, у нас где-то с... Ну, первый день с 12-ти написано. Да, с 12-ти, вот второй тоже, наверное, с 12-ти, посмотрим, как будет с 12-ти, но второй день, может быть, побольше, потому что там будут личные проработки вот эти вот, они, наверное, все-таки будут глубже, и там мы, возможно, потеряемся во времени. Все, я поняла, спасибо. До встречи. Все, до встречи. Ну, что, ребятки, все, сохраняю тогда эфир, сюда я его выложу, и на ютубе, по-моему, тоже будет у нас залит, не знаю, администраторы там потом скажутся. Все, всем спасибо, всех обняла, и будем здесь встречаться именно вот по таким вопросам. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok